Да, действительно, сегодня Центральный банк отозвал лицензию у банка Пушкина, и для вкладчиков этого банка означает, что в течение ближайших 14 дней им будет выплачено страховое возмещение по тем денежным средствам, которые они размещали в этом банке. Сегодня в России действует закон об обязательном страховании вкладов граждан в банках Российской Федерации. Это означает, что каждый вкладчик имеет право получить страховое возмещение на сумму до 700 тысяч рублей по тем денежным средствам, которые у него были размещены в этом банке. Выплаты начнутся, поэтому у нас не позднее, чем 14 октября. Будет отобрано несколько банков-агентов, с тем, чтобы они максимально быстро могли выплатить средства физическим лицам. Эти банки-агенты будут объявлены публично не позднее, чем четверг на этой неделе. И для того, чтобы получить страховое возмещение, вкладчикам нужно будет прийти, строго говоря, только с одним документом, с паспортом, удостоверяющим его личность. Юридические лица, как кредиторы этого банка, должны будут заявить свои требования после начала процедуры его ликвидации в течение 45 дней. Заявить свои требования нам, как конкурсному управляющему агентства по страхованию вкладов. Для них сейчас принципиально важно смотреть на информационные сообщения, допустим, на нашем сайте, которые будут освещать ход ликвидации банка, с тем, чтобы не пропустить этот срок. Часть вкладчиков для этого банка, на самом деле, достаточно большая. Это около 10 тысяч человек, у которых вклады и средства на счетах превышают 700 тысяч рублей. Им нужно будет при получении страхового возмещения заполнить специальное заявление кредитора с тем, чтобы их требования сразу же были учтены в рамках ликвидации банка, с тем, чтобы они больше никуда не обращались, с тем, чтобы они сразу стали кредиторами и получили страховое возмещение уже тогда, когда начнутся ликвидационные процедуры. Допустим, если у человека есть 1 миллион рублей во вкладе, 700 тысяч он получит сразу, а 300 тысяч уже в рамках ликвидации банка за счет распродажи того имущества, которое у него осталось. 700 тысяч гарантирует возврат системы страхования вклад. Самый первый спорный вопрос, который иногда возникает, это расхождение по сумме страхового возмещения. Для этого в банке-агенте нужно будет заполнить специальное заявление о несогласии, которое будет рассмотрено нами в течение трех дней. Интернет, к сожалению, нельзя по одной простой причине, потому что идет речь о погашении требований в денежной форме. И нам принципиально важно удостовериться, что то или иное требование поступает от конкретного физического лица. По интернету мы подлинность паспорта, допустим, проверить, к сожалению, не сможем. Поэтому нужно физическое обращение. Если будут возникать спорные вопросы, можно отправить по почте, но не по электронной. Как правило, у нас спорных случаев меньше, чем 1%. Сейчас самое главное – это дождаться объявления о начале страховых выплат и обратиться в ближайший банк-агент для того, чтобы получить свои денежные средства. Все. Проявлять спокойствие, выдержку, что называется, деньги. Есть запас.